Еще полвека назад, во времена Великой Отечественной войны, по инициативе детского писателя Льва Касиля, впервые был проведен праздник детской книги. По сей день неделя детской и юношеской книги традиционно проходит в столице республики. А в детском саду номер 146 он стартует впервые. На детском утреннике собрались от мал до велика, начиная от воспитанников и заканчивая родителями и бабушками. В дни весенних каникул по всей стране проходит неделя детской книги. И мы тоже решили не оставаться в стороне и присоединиться к этому событию, который ставит своей целью популяризацию детской книги, детского чтения. Ведь в этом году, год российского кино, эта тема особенно актуальна, тема чтения, тема детской книги, произведений для детей, произведений о детях. Поэтому мы решили не отставать от всех, объединиться все вместе и устроить праздник. Что хотелось бы еще отметить, что очень плотно мы сотрудничаем с социальными институтами. То есть библиотека имени Аркадия Гайдара, которая тоже сегодня у нас на празднике представляет свою выставку книг со своей программой. В школы близлежащие, с которыми мы тоже активно сотрудничаем и проводим различные мероприятия для детей, с нашими педагогами, с нашими родителями. Особенно хочется отметить роль депутата Чебоксарского городского собрания депутатов Крементьева Ирины Селдовны. Мы с ней тоже очень активно сотрудничаем, но не просто сотрудничаем, а плодотворно сотрудничаем. Каждый год Ирина Селдовна нашим детям относит какие-то подарки. На утреннике, посвященной детской книге депутат городского собрания депутатов Ирина Крементьева, обратилась с призывом уделять больше внимания семейному чтению, знакомить ребенка с книгами. Они его будут сопровождать всю жизнь. Ведь каждый человек в глубине души ребенок. Ирина Крементьева не исключение. Она поделилась своими детскими воспоминаниями. Именно в детстве ребенок учится любить книгу. Если взрослыми родителями приложены ряд усилий для того, чтобы подарить ребенку книгу, чтобы он радовался этой книге, то тогда любовь к книге будет сохраняться на протяжении всей жизни. И человек, который уже станет взрослым, сможет и учиться, сможет двигаться вперед. Книга – это все. Я вот вспоминаю свое детство. Мне очень интересно было не только прочитать книгу, но и обсуждать со своей подругой. Была у меня подруга детства, и каждую книгу мы обсуждали. Детские сады должны получать постоянно вот такие книги, поддержку как со стороны родителей, так и со стороны общественности. В прошлом году вот мной было всем детским садам вручена электронная библиотека. И дети могут как прочитать книгу, а так как детский сад – это еще маленькие дети, они могут слушать эти рассказы. Я думаю, это тоже очень важно для того, чтобы дети могли сосредоточиться, внимание выработать у ребенка. Ну а книга – это просто любовь, это сказка, это желание поддержать книгу, посмотреть картинки. Это, в общем-то, волшебно. Неделя детской книги началась с акции «Книжка в дар». Заместитель главы города Ирина Клементьева вручила увлекательные книжки воспитанникам 146-го детского сада. Также на детском утреннике появились любимые герои книжек. А ребята, выигравшие конкурс чтецов в своих группах, прочитали интересное стихотворение. Деньки стоят погожие, на праздники похожие, а в небе солнце теплое, веселое и доброе. Все реки разливаются, все почки раскрываются. Ушла зима со стужей, сугробы стали лужами, покинуть страны южные. Вернулись птицы дружные, на каждой ветке скворушки сидят и чистят перышки. Пришла пора весенние, пришла пора цветенье, и значит настроение у всех людей весеннее. На открытии книжкиной недели подвели итоги проведенного цикла конкурсов, посвященных детской книге. Конкурс рисунков «Краски рисуют сказки», конкурс чтецов «Живая музыка стихов», конкурс «Лучший читатель библиотеки имени Гайдара». Лучших наградили наборами для рисования, краски, карандаши и альбомы. Неделя детской книги продлится до начала апреля. Инна Гаврилова, Эдуард Остеров, «Жизнь столицы».